Что нужно самое главное учитывать? Если вы просто проводите полюсом магнита вдоль катушки, у вас наводится ЭДС. Но это совсем не та ЭДС, которую вы могли бы нормально использовать. Всегда задумывайтесь, куда магнит, это поток эфира, закрученный. Он в воздухе смыкается в виде тора на себя на другую половинку. То есть внутри он от севера от юга проходит, снаружи он с юга выходит, в виде яблока спускается по другому полюсу. Все это дело там замыкается. Хорошо, теперь вы представьте, в этот поток вы добавили катушку смене. Учитывая, что эта катушка не имеет обычных магнитных свойств материалов, можно сказать так, через нее как шел весь этот поток, так и идет, ничего не происходит. Если мы начинаем двигать катушку, мы получаем ЭДС. Если мы начинаем снимать эту ЭДС, мы получаем столько же абсолютно против ЭДС, начинаем тормозить этот поток, в итоге потеря мощности и все остальное. Не учитывается самое главное. Вам нужно облегчить работу магнита, а не нагрузить ее. Магниту тяжело через воздух замкнуться, потому что банально даже дистиллированная вода, просто к примеру приложу, не значит, что нужно ее использовать, имеет в отношении магнитопроводимости в миллион раз выше, в большую сторону, чем воздух. То есть расположив, скажем так, катушки одновременно с двух сторон от магнита, но только их нужно расположить как? Одна левая, вторая правая. Они на короткое замыкание, по стандартной физике, в единую цепь идут между собой. Что получается происходит? Когда магнит подходит к катушке, между них начинает проходить, наводится ЭДС в двух катушках одновременно. Плюс на одной катушке, и плюс на другой катушке. Когда одна левая, вторая, правая. Различается просто кардинально. Из одной катушки плюс, она пытается выплюнуть из этого провода. При этой же амплитуде. Та, которая в другую сторону намотана, это тот же самый плюс на этом же самом проводе, но он всасывает. Это же самая амплитуда. Вы эти два плюса соединяете в кучу, и два минуса соединяете в ключе. Весь наводимый ЭДС в катушках не создает токов, при условии, если у вас там одинаковое количество витков. Но при этом, что вы делаете? Вы облегчаете работу магнита. Ему не нужно замыкаться через воздух. Катушки подхватывают. Одна наводит ЭДС, вторая всасывает, ускоряет его. Вы получаете прямо же с вот этого соединения плюсов-плюсов к минусу-минусу. У вас уже прямо контактная группа перед вами. Отдельно плюс, отдельно минус. Но при этом, если вы подключите нагрузку туда, нагрузка еще больше облегчает работу устройства. Цепь замыкайте, циркуляционную. Это не поле, забудьте вы про поле. У вас есть поток. Если вы будете бить струей шланга в одну сторону, ну да, можно вентилятор крутить. Ну а если вы, скажем так, та струя, которая вылетает, снимаете с нее КПД, отправляете обратно на вход в шланг. Вот примерно такое нужно сделать. Это простейшее устройство, которое может спокойно запуститься и работать. Либо там, я не знаю, там, ротором приводить в движение кулером от процессора. Потому что у него нет нагрузки. Магнит, когда подходит к двум катушкам, двух сторон его окружающим, левая и правая, даже без сердечников, сердечники будут чуть притормаживать его, но он стремится прийти к центру сам, он рывок вперед делает, а не назад. Почему? Потому что катушки начинают разгонять. А для магнита это с двух сторон получается. Опять же, режимы всасывания, он попадает, как бы, не знаю, между двумя водоворотами. Но. И они для него дают, как бы сказать, позицию, где он должен замереть. Но как только он подойдет к этой точке, дальнейшее наведение ДСа нет. И катушки его отпускают. В итоге сопротивления вращению диска нет. Ну, как могу, короче, объясняю. Трудно что-то еще изложить. Давайте, ребята, на три минутки отойду. Если что, пока это самое, какие вопросы возникнут, постараюсь еще. Давай, отходи, заходи и рассказывай дальше. Спасибо огромное.